Почти все собрались, одна еще маленькая разминка. Давайте поаплодируем друг другу за то, что вы после обеда до сих пор еще живы и можете что-то слушать. Просто вы любите. Спасибо, пожалуйста. Итак, размялись немножко. Теперь я расскажу о том, ради чего я приехал сегодня в Новосибирск. Я, ну, для того, чтобы не волноваться, на сцене все время рассказываю о чем-то добром, светлом, хорошем вначале. Но так как для меня это я, вот, то я, позвольте, повторать ровно одну минуту для того, чтобы представить себя. Меня зовут Сергей Бережной. Мне так повезло или не повезло, я очень давно уже менеджер, больше восьми лет. Я когда-то учился быть программистом, но потом понял, что людей людей немножко больше. Вот, и стал этими программистами управлять довольно, в общем-то, неплохо до сегодняшнего момента. Я вообще занимаюсь, что-то меня эта тема оставляет, отношения с заказчиками, потому что как-то удивительно, на них мы тратим мало времени. Мы любим свои программы, мы любим свои идеи. И сегодня, несмотря на то, что основная часть конференции, она все-таки продуктовая, есть всегда заказчики, неважно, они ваши внутренние или они внешние по отношению к вам, это люди, которые в конечном итоге платят деньги. Хорошо, если у вас продукт массовый, этих заказчиков большинство, но когда их не очень большое количество, с ними работают другие методы и варианты. Я веду свой блог по этому поводу и читаю всякие разные тренинги. Ну да ладно, не буду у вас нагружать информацию о себе. Все, если кто-то захочет, может зайти на блог и читать. Я сегодня начну вот с того, что расскажу о четырех проблемах, о которых я очень часто сталкиваюсь с любым заказчиком. А в олдсорсинге, поверьте, они еще и гипертрофированы, да, разности культуры и так далее. Для меня вот есть несколько проблем. Первое, это будет быстро. Все сюда сталкиваются, заказчики приходят, говорят, это вообще быстро. Это дело, это маленькая такая фиговенька, мы сейчас ее ходим. Второе, вы обязательно не успеваете в те даты, которые заказчик хочет. При любых раскладах, когда бы вы ни сказали, вы не успеваете. Заказчику некуда с вами общаться. Вот кто работал с босс-структурами, например, кому-то не повезло тогда. Вот, кто-то прекрасно это знает. И заказчик действует свой процесс. В общем, у нас такой идея, я готовился к кодефесту. И вот, представьте, рассказал о одной подруге, девушке со светлыми волосами. Говорю, вот я еду в Новосибирск, на север, говорю, лето. Она говорит, ой, слушай. Говорит, ну это же света, из Киева, на север, реально, да? Говорит, ой, так хорошо, слушай, там же, наверное, есть пингвины. Мой шок нельзя было, конечно, описать, но с этого момента я понял, что презентация сегодня будет в стиле пингвин-шоу-тайм, так что полетели. Итак, давайте вернемся к проблеме. Заказчик, исполнитель. Приходит к вам заказчик и говорит, есть какая-то фича, ну маленькая, легкая, надо сделать быстро. Вообще, кому-нибудь когда-нибудь приходил, человек, начальник или заказчик, говорил, слушай, надо сделать очень сложную, мне как тяжелую, хреновину. Да, времени бери сколько хочешь, вообще, реально, все лучшие умы человечества бьются, и я пришел до тебя. Нет, таких людей я не встречал. Вот, все говорят, да тут работа, я всего на один прыжок, вообще. Встал, завтра утром ждал. В это время мы, как люди, которые работаем, с этим понимаем что-то не то, и начинаем возмущаться. Ну, мы работаем, мы пингвиты. Вот, и говорят, да он не понимает вообще, что происходит. Это неправильно. Я вот, знаете, сейчас решил сделать разминку. У кого-то, например, есть дача, например. И вам надо чуть-чуть подровнять грунт. Вот. И вот ровно один метр слоя убрать с участка 10 на 10. Есть кто project manager? Вот. Отлично. Скажите, пожалуйста, 10 на 10 участок высотой 1 метр. За сколько часов уберет программист? Да, если он будет хотеть, морковки внутри, как положено. Три. Неделю. Три месяца. Три месяца, это я. Это зависит от программиста. Вот. Зависит от программистов. Ну, ты не менеджер, да? Если вы там не сзади, можно копать, то сделать быстро. Сзади, когда надо будет. О-о-о. Аутсорсить, да? Давайте аутсорсим успехом. В общем, самый средний стимейк, он от двух дней до недели, я слышал. У многих. А, да. Вообще, профессиональные землекопы, это люди, которые это должны копать по строительным нормам, сделают это минимум за 82 часа. Что равно двум рабочим неделам. Каких-то несчастных 10 кубических метров. А, да, смею. А, смею. 100 кубов. 100, извините, 100 кубов, смею. 100 кубов, смею. Мелочь. Потому что чужая работа всегда кажется меньше. Это нормально. И поэтому я говорю, когда заказчик приходит ко мне и говорит, сделайте быстренько эту фиговину, я уже знаю, что он имеет в виду. Я ему говорю, слушай, давай покопаем землю. Говорю, 10 на 10 на 1. Как будет? Он такой, не деду. Я говорю. Вот. Ну, на самом деле, я пытаюсь как-то на это отреагировать, научить свою команду, как это делать более-менее адекватно. И вот в зависимости от наглости, я сравниваю всегда это с айсбергом. Да, вот работа, которую он видит, она же маленькая, а там еще внизу очень всего много. В зависимости от степени наглости я начинаю со следующего. Первое. Мы эксперты в айсбергах. Мы эксперты в том, что мы копаем. Мы эксперты в том, что мы делаем. Это наша позиция. Это ваша позиция. И вы не торгуетесь. Вы с профессиональной точки зрения купите столько времени денег. То есть он должен понимать, заказчик, неважно, это внутренний или вот марик банный из бухгалтерии, который является в данном момент заказчиком вашей подсистемы, должна понимать, что, в общем-то, вы эксперт и с вами спорить беспорядок. Дальше от степени наглости. И мне сделайте, пожалуйста. То есть вы говорите это быстро. Хорошо, у меня есть четыре заказчика. Сделайте, пожалуйста, за такое же время. Я вам заплачу. Когда... Это, естественно, надо обладать некой харизмой и наглостью. И хорошими отношениями с клиентом. Но резко, резко градус давления снижается. Делайте мне. Раз вы такими. Второе. Есть такие хитрые в маркетинге вопросы, которые называются спин. Вот есть метод спин-продаж. И там есть извлекающие вопросы, которые говорят о том, как извлечь из человека проблему. Потому что как понять, что ему мешает, и как впарить ему какой-нибудь новый товар. Это правда работает. И вот задать вопрос. А вы уверены, что те, что люди, которые вам предложили это за 40 часов, потому что любимый аргумент, а они сделают за 40, например? Уверены в качестве? А вы уверены в своевременности подставки? И так далее, и тому подобное. Это начинает наталкивать человека на мысль о том, что не все, что вы говорите, убирается только денег. Есть еще и другие измерители. В общем-то, от денег или времени как-то такого нужно отвязываться. Можете просто показать им весь айсберг. Просто говорим. Смотрите, здесь вот сколько отработок. И вот Breakdown Structure. Опять же, кто знает это злое, без извращения. Трехбуквенную аббревиатуру тот может показать. И последнее. Боитесь большого числа? Люди иногда просто боятся большого числа. Нарежьте из этого айсберга сошли. Почему Agile? То есть, поргулит, потому что они маленькими итерациями, обещают каждую две недели или три. Ну, зависимости от одной итерации, что-то делать. Ладно. Идем дальше. Другая проблема. Другая точка зрения. Заказчик говорит, мы не успеваем. Ну, мы не успеваем, правда звучит глупо в густах заказчика, да? Вы не успеваете. Вот это правильно. И, ну вот, видите, он не успевает к самому важному мега-упер-страшному дедлайнеру. Любому. Они все для него мега-супер-важны. Я ни разу не видел заказчика, который сказал, там, если забить на этот дедлайн к следующему году. Что вы? Это же так нельзя. Вот. Они решают, как наказать этого маленького пингвена. Причем, когда вы их спрашиваете, а что случится, если этот дедлайн провалится, вообще многие люди даже, ну, не задумываются. Надо вот петь дедлайн и все. Ну, и строим дедлайн. Нам дедлайн. Вы знаете, какие-то левики. Нам дедлайн. Вот. И вы спрашиваете, а что случится? Естественно. Заказчик рассказывает вам о катастрофе, которая произойдет. В этот момент пересохнет Арктика, и пингвины будут жить в пустыне. Все. То есть все умрут. И больше всего, знаете, что они боятся? Вашему отношению. Вот этого. Да, да. Я сейчас. Я посплю еще часик, и приду обязательно фиксить ваши проблемы. То есть, на самом деле, издалека всегда кажется, что вы ничего не делаете. Первое. Это займет мало, а второе, вы ничего не делаете. Кто-то нанимал строителей когда-нибудь ремонтировать свою квартиру? Или делать что-то? Они ничего не делают, правда? Они никогда не успевают сроком, правда? И все время просят больше денег. Черт. По-моему, они про нас вообще. То есть, можно с них списывать. Поэтому в этой проблеме, на самом деле, им не важно, успеете вы или нет. Если вы точно не успеваете, как профессионалы. Ну, посчитали, прикинули, не успеваем. Надо что-то делать. И вот я в своей команде, ну, всегда некие правила. Во-первых, ну, пингвины животные отчаянные, вы заметили, да? Во-первых, надо показать, что мы реально вообще всех подняли нам. Мы понимаем вашу проблему. Она больная. А мы, вот, ваш неуспевающий проект, это правда для нас важно. Первое, что надо показать, что вы его человека понимаете, разделяете его. Пока вы говорите нам пофигу, я тут еще поспорю. Вы ничего, кроме раздражения, не получите. Ну, реально подняли всех наших медведя. Потом, вот эти тарелки показывают, сколько мы уже вообще реально сделали всего, чтобы проект спасти. Люди все частую забывают об этом сказать. Когда они говорят, мы не успеваем в каком-то дедлайне. Ну, заказчики как прессуют аккуратно, а некоторые люди это делают отлично. Ну, я веду. Отличных манипуляторов, против которых Дима с его плохим и злым полицейским просто фрекинг-бон. Вот, и эти люди манипулировали очень серьезно на чувствах. А мы не показывали. Говорю, ребят, посмотрите, мы и так уже вот столько сделали, чтобы спасти релист. Мы уже две недели работали в Убертайне. Мы уже привлекли больше людей. Мы уже что-то сделали. Но мы реально не успеваем. Это очень, знаете, парадоксальная штука, когда они увидят, что вы напрягаетесь, но не получается. Это вроде как вы становитесь не только вашим ногам. Все равно, конечно, он в конечном фоке виноватый будет уметь, но от этого никуда не уйти. Я не буду вам там в розовом меч это рассказывать. Но тем не менее, вы по крайней мере покажете, что вы сделали вклад, и это снизит напряжение. Эмоционально. И важно не пропадать. Вот меня очень раздражают люди, когда что-то плохо, и они пропадают. То есть, вот фрилансера, мне иногда приходится нанимать фрилансеров. Худший вариант это, когда он тебе очень нужен, и он обещал прийти и пропал. И в этот момент ты думаешь о нем все. Только не то, что с ним что-то случилось. То есть, ты уже приписываешь ему все грехи, по которым человеком можно не то, что камнями побить, трактором переехать. Но когда у вас кризис, когда вы куда-то не успеваете, первое, чем вы должны отреагировать, это поднять чисто одно общение. Заказчик должен постоянно чувствовать, что вы слышите его каждый день. Делать стендапы два раза в день, ничего сложного. Лишних 15 минут, вы и так 10 часов, 12 будете сидеть на работе. Сделайте себе перерыв. И проведите с ним еще одну сессию общения. Дайте человеку почувствовать, что хотя бы что-то под контролем. Опять же, это не решит всех проблем, но легче станет. И поэтому я вот здесь всегда в своей команде, особенно когда мы не успеваем, ввожу два правила. Правило номер один. Правильный пингвин всегда стимейтинг по календарю. Знаете, это как? Я никогда не даю заказчику дату, мы сделаем это через два дня. Почему? Даже если сделаем. Вот через два дня, а сегодня какой недели? Суббота. Через два дня, по-вашему, когда закончится? Среди. Вообще-то в понедельник сейчас сколько? Около 16.00. Вот через два дня закончится для меня в понедельник 16.00. Для вас в среду утром. Заметьте разницу, да? В полтора дня. Поэтому я всегда всем своем временем говорю, как только наступает кризис, переходите к календарю. Тычьте пальцем в календарь и говорите «в этот день, в 12 дня». Только тогда появляется, убирается всякая, как это сказать, неопределенность. Вот, хороший. Все время английский термин «толит» в голову. Убирается неопределенность. Вообще очень сложно. Перебил, другой говорит, слушай, когда будешь готова? Он говорит, ну мне надо часов 10. Я говорю, готова когда будет. Он говорит, не, ну реально часов 10. Я говорю, берешь календарь и тыкнешь, когда будешь готова. Сегодня суббота. Он говорит, в среде. Я так нанимал одного фрилансера переводить. Девушку нанимал. Она говорит, 6 часов работы, понедельник был. Я говорю, окей, когда будет готова. Она говорит, ну 6 часов мне надо работать. Я говорю, нет. Да. Он говорит, в пятницу у 12 дня. Круто. Я очень удивился, но меня этот подход очень часто спасал. Особенно с заказчиком. И у заказчика нет вот этих дурацких ожиданий, которые мы и так опаздываем, а вы тут еще раз провалились на его ожиданиях. И второе, когда мы опаздываем, отбрасываем нафиг все скоп-чейки. Изменение скоп-чейки. Ну, я не знаю, как там расти придется. Извините. В судьбу содержать не пропитано. Спасибо. Третьяна. Ну, если ты хочешь, чтобы я успел в той дате, которую обещал, нет. Он говорит, мне очень надо. И здесь у меня есть мой любимый манипуляционный прием. Я всем рассказываю, пользуйтесь. Он говорит, мне надо во вторник, хотя я знаю, будет готов в четверг. Дай его декор. Говорит, мне надо во вторник. Я говорю, хорошо, будет во вторник, но работать будет в четверг. И в этот момент человек понимает, что я не просто сопротивляюсь, потому что буферы какие-то там за закладку. Я понимаю, работать будет всегда. Это сильно помогает мне вообще не заканчиваться. Вот. Вот это я очень люблю, потому что во всех крупных организациях я наталкивался именно на это. У нас нет времени вами заниматься. Не путайтесь, пожалуйста, под ногами. Мы что сделали? Мы вас наняли. Вот вы и работаете. Ну, правильно? И в этот момент наши же передвины кричат. Они еще ссылаются на свои заботы и передвины кричат. Слушай, ну а как же мы будем делать проект, если вы в нем не участвуете? Ни у кого не пропадали продак-менеджеры или заказчики на какое-то время, а ты вообще сидишь и не знаешь, что его делать. Ура! Ура! Я не одинок в этом мире. Я просто думал, все, я вот по странам то ушел совсем. Что с этим делать? Для меня всегда была загадка, вот люди, и ты начинаешь про них опять же думать самое плохое. Да? О том, что они там занимаются всякой фигней, они на тебя забили, они против тебя костни какие-то строят и так далее. И кажут, ну обидно же, реально. Вот. Поэтому с самого начала я с заказчиками ввожу практику резервирования времени. В самом начале продукта, до старта работы, пока не еще им интересно, я говорю, мы будем общаться в день два часа. Вот вы на команду общаетесь в день два часа, вырабатываю у них условный рефлекс. Знаете, как у собачки Павлова с одиннадцати до часа он общается с командой. По началу люди считают, это вообще бредом. Говорят, слушай, у меня с ним будет два и два часа. Говорят, у тебя команда, восемь человек. Я говорю, во-первых, поделите под проекты, решите, там есть у нас демонстрации, ретроспективы, всякая другая вещь, всякие улучшения, обсуждения, метрики и так далее. Вы найдете. Но если вы вначале не выработали такого рефлекса, заказчик увлекся новым проектом и один. Потом я беру пример Макса Торофеева. Он рассказывал очень интересно, если кто-то знает Макса Торофеева, это хорошо. Если кто-то не знает, почитайте в ЖЖ, он молодец и математик. Я уважаю, потому что он абсолютно не противоположность. Я гуманитарий, а мультиматик. Вот. Макс очень хорошо про эффективность времени показывает. О том, сколько один час вашей работы, дорогой заказчик, превышается, сколько часов эффективно нашей работы. Он показывает, мы день просидели, и этот день стоило всего лишь 15-минутного вашего ответа. Вы получите релиз на день позже, даже если у вас фиксы прайса. Мы тут не ответили. Люди начинают понимать, а когда ты говоришь по календарю, не через 10 дней. Помните, да? А уже не сегодня 27-го, а седьмого. А потом не седьмого, а восьмого. Люди начинают понимать, что-то идёт не так. Любимая тоже я люблю. Какой процесс разработки. Вот опять же, строители, у них же любимая отмазка какая. Я если сейчас сделаю стяжку, и сразу на него положу паркет, что произойдёт? Он лопнет. Тех процесс. Если я сейчас порежу, то я не могу сразу сейчас там сзади сделать куда-то. Надо какое-то время. Это займёт столько времени. И вы должны это время нам посвящать. Что-то мы загрустили. Ну и провести ретроспективу. Опять же, это Киво. Дима, если он есть, расскажет о том, что в тех перспективах. Вот. Вот это мне нравится. У кого был заказчик, который диктовал, как мы будем работать? Он сказал, будь я так. Ура, тогда вы меня понимаете. Они очень любят. Вот мы сейчас будем использовать Scrum. Или мы будем использовать V-модель. Спиральную модель. Поначитывается всякая фигня, извините за вооружение. И давайте на нас экспериментить. Да, это истерический смех подсказывает, что кто-то всё-таки стал жертвой экспериментом. Так вот, с этими экспериментами. Я говорю... А, извините, я что-то вперёд стал решать проблемы. Менеджерский, опять же, артефакт сознания. Они говорят, если мы будем контролировать строй, всё будет правильно. Всё будет чётко. Всё будет работать. И они ссылаются на антиевангелистов и говорят, этот процесс многим помог. С нашей стороны сидят ребята, которые не очень верят в Scrum. И говорят, пусть они на тупиках этот процесс тестируют. А мы пингвины, мы... Это не к нам. На тупиках работать с нами нет. Почему? У них там самомотивирующиеся вот эти тупики, да, самоорганизовывающиеся. Они там что-то хотят, а мы нормальные пингвины. Вот, и эти пингвины как бы они так не будут. Я прихожу к заказчику и говорю, слушай, а почему ты выбрал такой процесс? Он говорит, так-так-то. Я говорю, а теперь смотри расклад. Ты там говоришь, что делать, как заказчик, потому что ты плачешь деньги. И говоришь, как делать. Я говорю, наша роль в чём? Написать код. Если мы его напишем неправильно, не вовремя, а виноват кто? Он так на меня смотрит и говорит, кто ты? Я говорю, потому что ты проникторолог, и что делать, и как? Мы всегда снимаем всю ответственность за результат. И тут у человека начинают открываться глаза. Он говорит, как снимаете ответственность? Я говорю, ну так, если ты придёшь к врачу, к стоматологу. Говоришь, сверлите мне здесь. Он тебе, конечно, скажет, говорит, ну ты проверься-то, он не у меня. Вот. Но сверлитером вы наставите, говорите, я плачу денег сверли. Потом у вас будут проблемы с зубами или болеть зубы. Кто будет виноват? Врач? Нет. Будешь виноват ты. Человек задумывается. У него начинает работать, как этот, я что-то задором вспомнил, я терпение не могу, но ты эти вот штуковины потом показываешь. Вот. Потом ещё круче. Говорят, слушай, а что-то тебе нравится в этом процессе? Потому что, знаете, есть люди, придут, опять же, не в любиту отжаловаться, приободрённые после Scrum сертификации Scrum Master. Они шарика перекладывали бы. Вот. Они понимают теперь всю суть и хотят что-то делать. Опять же, я сам веду проекты по Scrum, и они очень хорошо работают. Просто, знаете, начальный такой подъём очень сильный. Говорят, сейчас будет всё, шашку достанет, всё по Scrum. Я вспоминаю почему-то недавно у нас было это. И если есть Scrum Master, то должны быть Scrum Slaves. Вот. Примерно выглядите мои Scrum Slaves. И будете делать так, как я скажу. Я спрашиваю, что вам нравится? Оказывается, человеку нравится двухнедельная операция. Окей. Я говорю, ещё. Он говорит, ну каждый день планёрка. Окей. Говорю, и всё, и всё. Я говорю, а к инженерной практике? Вот там, типа, под coverage. И потом, под review. Continuous integration. Он говорит, нет, этого не будет. Ну, нет, этого не будет даже. Вот. И я сразу говорю, окей, понятно. Давай мы сделаем вот так и посмотрим, что получится. Тогда я понимаю, почему мы. И последнее. Мы должны показать, что, в общем-то, если есть рациональная вещь, какая-то рациональное зерно в этом процессе, мы готовы меняться. Очень я не люблю убёртых людей, которые говорят, нет, так не получится. Ну, давай попробуем. Поэтому я всегда увожу практику эксперимент. Чем эксперимент отличается от попытки? Результат. Вот что там по результатам? Правильно, проверяют гипотезу. Правильно, проверяют гипотезу. И чем крутый эксперимент, он может дать негативный результат. И это нормально. Попытка – это не нормально получить негативный результат. А в эксперименте это нормально. Поэтому я говорю, заканчивай, давай пройдём эксперимент. Не получится, а Бог с ним. И мы все принимаем, Бог с ним. Потому что, если мы сделаем попытку continuous integration, он говорит, ааа, вы там рассказывали, вы профессионалы, все такое не сделали. А когда мы сделаем эксперимент, всем понятно. Ну, не получилось. Доказали, что к нам это неприменимо. Всем спасибо, все свободны. Я, в общем-то, буду заканчивать. Я хочу сказать об одном. О том, что выводы из этого сделать сложно. Каждая ваша ситуация будет уникальна. Ваши заказчики будут придумать все новые и новые изощрённые способы, доказать вам, что вы им что-то должны. Вы будете, в свою очередь, доказывать точно так же им, что вы не виноваты и белые пушистые бюклины. Есть всего одно правило. По крайней мере, дослушать. Потому что я вам даже сегодня заметил, даже не все вопросы дослушивали до конца докладчиков. Говорят, нормально, я понял, что я отвечу. Дослушайте их, пожалуйста. Мы так привыкли решать проблемы, что мы не слышим людей. Не успеваем даже дослушать. На этом я скажу вам большое спасибо. Офу, ее сыном Пьем. И теперь попросим. Да, молодец, господа. Немножко вперёд, я уступаю. Алексей сказал, что он уступает. Спасибо. Я подготовился. Меня зовут Татьяна. Компания Сигнотак. У меня такой вопрос. У вас был опыт работы не в паре, заказчик-исполнитель, а втроём? То есть, когда ещё есть какая-то третья сторона, от которой вы тоже что-то ждёте, и она всё время динамика. Субподрядчики. Это здесь, может быть, не субпотратчик, это, ну, может быть, будет несколько трагей. Есть эти субпеты, да? Да. То есть, не тот, который обязательно выполняет работы, ну, скажем так, которые вы запланировали, а свою какую-то часть, которая важна для получения вашего результаты. Вот. Как с ними бороться? Ну, бороться — это хорошо. На какие ручки давить, чтобы они тоже что-то делали? Хорошее слово — бороться. И они при этом никому ничего не должны, то есть у них нет, как бы, обязательств, скажем так. И они не заинтересованы особым результатом. У меня есть такая идея, что в этот момент вы рассказываете, что SEO какой-то компании обещал написать требования для фичи, которые вы будете делать. То есть, ему всё равно для требований, ну, типа, он обещал. По пунктам. Есть третья сторона. Для аутсорсеров, например, вот, когда я работаю, это ужас, когда мы являемся субподрядчиками, и на основных заказчиков нас не пускают. Это испорченный телефон. А в такой ситуации, которая, вот, есть третья сторона, которая делает, и мы на них не можем давить, ну, тут работа менеджера очень чёткая. На флаг это поднять. Просто и в каждом ежедневном, еженедельном репорте писать риск, дата сдвигается туда-то. Вот почему календарь я очень люблю. Интеграция откладывается ещё на месяц. Риск сдачи – 15 сентября. 15 октября. 15 ноября. В этот момент мы говорим, всё, проект закончен. Здесь у нас fixed price, не дай бог. Это самая плохая состоянка. Мы говорим, спасибо, мы свою часть закончили. И вообще, когда будете готовы к приёмке, приходите. Вот. Но даты мне очень нравятся. Я каждый день пишу даты. Не 10 дней, не 80% работы. Я вот, когда провожу тренинги, я отбиваю людей вообще писать проценты. Они никому не нужны. Не 80% работы. А такая-то дата. И это очень помогает мне. Если, будут ещё, извините, пожалуйста, вопросы. Я после доклада, flipchart, сессия во время шашлыков. Да? Чтобы не мешать другим заказчикам, да? Да. Докладчиками занимались. Попроедутся. Сергей, здравствуйте. Меня зовут Алексей Скородов. Выскажу, опять-таки, своё мнение, которое может не совпадать с мнением зала. Такое ощущение, что вы со своими заказчиками чаще всего занимаетесь какой-то борьбой и противостоянием. В то же время, вроде бы как, у вас должна быть совместная работа, и вы должны достигать, ну, некого согласия, согласованного видения. То есть согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Вы учите войне. Хотя вы, опять-таки, в конце доклада сказали, что, как бы, дослушивать надо вопросы, там, и так далее, и тому подобное. Дослушивать заказчика, слушать его, понимать, пробовать заказчика, понимать, что он хочет, и после этого вместе с ним формировать уже вашу единую точку зрения на то, что делаете вы, что делает его? Что делает он, извиняюсь? А вопрос, в чем? Пробовали ли вы не бодаться с заказчиком, а достигать согласия? Вот то, что вы показываете, это бодание. Либо это просто неэффективная практика, ее не надо использовать? Я, ну, я людей учу этому, приходить до консенсуса с заказчиком. Чаще всего искать точек соприкосновения намного легче, чем идти на конфликт. Потому что нам всем очень хочется сделать заказчику хорошо, тем более он платит, тем более у него есть какие-то другие стимулы вас похвалить и так далее. Это несложно. Пойти с заказчиком и сделать ему хорошо несложно. Сложно в этот момент, в четкий, в нужный, высказать свое экспертное мнение и поставить проблему осветить в реальном ее свете. Я рассказываю людям обо всем, включая того, как перестроить внутренний процесс. Потому что очень много внутренних на ориентацию заказчика. Как поменяться, чтобы сделать лучше. Но это все просто. Просто когда заказчик идет на компромисс, максимум всегда легко. Ну че, заказчику пришли, говорит, что мы не успеваем, давайте вот эту свитчу подвинем. Он говорит, давайте. Че, вопросов нет, нормально, все хорошо живут. Он пришел и сказал, ну надо очень подтопляться, мы потопряглись. А когда вы работаете в жестких каких-то условиях, например, fixed pricing, когда у вас фиксированная дата, цена и отъем работы, то очень сложно быть очень добрым заказчику. Можно, но сложно. Вот поэтому, как сделать это с шуткой и мирно? Я как вам пытался рассказать? Я прям посоветовал бы большинству компаний, которые занимаются разработками, например, веб-сайтов, да, это такая вот очень распространимая работа. Вот то, как рассказываете вы, это те самые практики, которые используют они. И после этого я общаюсь с заказчиками, в том числе с компанией. Компания кает заказчики, заказчики кают компании-разработчики. Формируйте, пожалуйста, рынок, обучайте заказчиков думать и понимать вас. То есть это вот прям советка всем работникам компании. Многие из вас это делают, или не многие из вас это делают, но надеюсь, вы как бы все придете. Извините, пожалуйста, за то, что учу жизни. Спасибо. Приходите. Спасибо. Алексей, у нас будет обширная вечерняя программа на 4 часа. И можем превратить в звездный участок Алексея? Да, пожалуйста. Кто-то еще? Кто-то пишет, да, да. Добрый день, Сергей. Меня зовут Александр. Я решил задать вот, ну, как бы продолжение, что ли, того, что Алексей говорит. Опишите идеального заказчика для соотвертной разработки. Потому что какие у меня должны быть параметры? Первое, чего я рассказываю, я сделаю не искать вступление, а потом отвечу на вопрос. Первое, чего я рассказываю, не бывает идеального заказчика для всех. Это мэтчинг или совпадение тех или иных качеств личностных его и ваших, и тех или иных политик, которые приняты в его правил, в его и вашей организации. Вот совпадение вот этих качеств и даст идеального заказчика. В моем случае, я как человек, который управляет чаще всего крупными аутсорсинговыми проектами. Люди знают, чего хотят. Люди готовы перенастраивать свой внутренний процесс, чтобы сделать аутсорсинг эффективным. Четко говорят, по делу нам, если мы где-то неправильно что-то делаем. И сначала ищут компромисс, а потом уже мажут шашкой. Вот четыре вещи, которые важны для меня. Для кого-то из вас эти могут качества быть неважными, например, важными, чтобы он платил всегда без вопросов. Например. Ваша культура, ваша организация и заказчик организации, и лично ваше качество как руководителя, и личное качество человека, который идет в гости. К примеру, негативный приведу пока несут микрофон. У меня есть один заказчик, он изощренный педант. Он педантичен до педантичности. Вот. Мне с ним очень сложно. Мой бедрид его обожает. Ему с ним очень легко и хорошо. Он говорит, как ты можешь на него наезжать? Ну, естественно, наезжание – это очень условно. Тяжело наезжать на ликтор и планты. Спасибо. Здравствуйте. Юрий, компания «Ферсер». У меня такой вопрос. Вы все в проектах используете ТЗ? Техническое задание. То есть, по вопросам о данниках, потому что заказчик хочет фичу. Вот. Если использовать, то какая практика у вас есть по написанию ТЗ? Потому что моя лично оказывает, что обменяемое задание не существует. То есть, всегда… Я, в общем-то, дальше могу не отвечать. Я полностью согласен. Нет ни одной техники, я не видел, по которой можно обрядно написать ТЗ. Это всегда компромисс. Ваш, ваш и заказчик. Заказчик всегда будет просить что-то делать, говоря, что это не «чинджер квест». Ну, я ни разу не видел ни одного продукта, которой так не было. Вот. Вы всегда будете выбираться и говорить, что это в скобке не написано. Мы иногда ведем, если заказчик толковый, карма-пойнты. Ну, вот такую карму. Вот мы два раза генили твой чинджер квест, два раза ты наш. Говоришь, что это не надо. Вот. Это единственный способ договориться. Другого я и не знаю. Окей. Спасибо. Давайте еще одно выбираться. Спасибо. 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 Спасибо.